Магазинные пельмени. Что внутри? Эксперты пищевой лаборатории проверили качество изделий с теста и фарша. Оказалось, что многие полуфабрикаты не только не соответствуют предъявляемым требованиям и декларируемым свойствам, но и могут быть опасны для здоровья. Алексей Кузьми на продуктах не первой свежести. Для экспертизы взяли несколько видов полуфабрикатов, новосибирских, алтайских производителей и продукцию из европейской части страны. Результаты поражают. Вот эти котлеты тоже, кстати, не такой уж и низкой ценовой категории. Оказалось, что в себе содержат 57% растительных компонентов и отбросов мясного производства. То есть это части мочеполовой системы, скота, части пищеварительной системы, то есть кишки перемолотые и так далее. И всего 43% мяса. При этом мясо тухлого. При этом на каждой упаковке указана категория А, то есть продукт высшего качества. Однако достаточно применить только несколько реагентов, чтобы понять, состав продукта этой категории не соответствует. Как вы видите, жидкость приняла другую окраску. Вот при помощи таких простейших химических реакций можно определить некоторые качественные показатели пищевых продуктов. Федеральным законодательством ограничены права надзорных органов, поэтому потребителю приходится узнавать информацию о качестве самому. Корреспонденты ОТС провели собственный опрос. Качество дерьмо. Спасибо. Как говорится, рядом с мясом лежало. Я сама делаю. Сами делаете? А почему? У меня внуки не любят магазины. Невкусные. Я когда раз попробовала, так захотела. Я есть не стала. Полуфабрикаты в магазинах? Нет, не покупаете? Нет, не покупаете. Потому что там неизвестное сто. Вот из этого не покупаю. Обращения в лабораторию поступают несколько раз в месяц от потребителей, депутатов таможни и прокуратуры. Однако даже после получения отрицательной экспертизы применить санкции к недобросовестному производителю крайне трудно. И во многих пельменях по-прежнему почти нет мяса. Алексей Кузьмин, Александр Егоров, Андрей Дулепов. Новости ОТС.